Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики! Рад новой встречи с вами! Поздравляю наших прекрасных женщин с Международным женским днём 8 марта! Конечно, желаю всем крепкого здоровья, женского счастья, видеть счастливыми своих детей! Редактор субтитров А.Семкин Пришла к нам весна, и снова она сподвигла купить цветов А счастье паря по улице я дарить просто так готов Цветы для девчонок милых, загадочных и красивых Девчонки, с праздником 8 марта В делах сердечных вам желаю фарта Чтоб выпадала по судьбе вам карта Не меньше короля Девчонки, мне за вас сегодня стоит Налить бокал вина и выпить стоя И в этот день, конечно же, не скрою И вот на такой мажорной ноте хотелось бы и дальше продолжить нашу с вами встречу Но, к сожалению, чем ближе мы приближаемся к дате проведения голосования по выборам депутатов парламента Мажелиса Республики Казахстан Тем больше понимаем, что наше общество больше скатывается на уровне самых скандальных процедур голосования Поскольку не проходит ни одного дня, чтобы того или иного кандидата в депутаты И избирательная комиссия не снимала с регистрации, так сказать И после этого оставался один единственный путь Это подача заявления в суд Суд, как правило, рассматривает через пять дней эти вопросы И, что характерно, ну опять же, это была установка, конечно, Токаева Суды в основном занимают сторону кандидатов в депутаты По отношению к тем замечаниям, которые выдавал Центроизбирком Республики Казахстан Вот и минувшую пятницу избирательная комиссия изобличила Кожа Ахметова, кандидатов в депутаты Ну, картинка одна и та же Недостовенные данные указаны в декларации и так далее Ну, как правило, это такие заключения или справки готовит государственный орган Либо налоговый комитет, либо другой государственный орган Который обязан следить за всеми вопросами, которые сегодня имеются в этой декларации Ну и, соответственно, создается своего рода иллюзия Что якобы Центроизбирком и власть Республики Казахстан Снимает с регистрации того или иного кандидата А обращаясь в суд Такого никогда не было при Назарбаеве Тем более суды никогда не занимали сторону противоборствующей стороны Президента Назарбаева, а вот при Тукаеве это стало возможным Это имитация Это ложь Я думаю, что это действительно Самый настоящий договорняк Я лично Кожа Ахметова не поддерживаю Поскольку он несколько раз перебегал из одного стана в другой Но в этой ситуации требуется, чтобы был принят соответствующий закон Обязательный для всех В том числе и для Центра избиркома И для государственных органов, которые готовят документы, справки, заключения и так далее Поскольку можно любого неугодного власти кандидата По надуманным причинам, которые были бы представлены документы из соответствующих регулирующих органов Исполнительных органов власти Республики Казахстан Значит, снять с регистрации и допустить для дальнейшей работы по проведению голосования Кстати, это еще одна уловка власти Которая работает конкретно на одного человека Ну, как правило, мы все знаем этого человека Это, так сказать, вода на мельнице Токаева Что если раньше такого не было, то вот теперь Петокаеве Который продекларировал реформы политические и экономические И, естественно, все это вкладывается в копилку якобы Токаева Ну, все это похоже на детскую игру взрослых людей, на зеленые лужайки Поскольку у нас никогда не было независимых судов Никогда, тем более, не было независимых судей Поскольку все они зависят от главных государств Назначаются главой государства Начиная от районных судов, кончая верховным судом Все судьи подотчетны одному лицу Ну, всякие там есть разные проволочки Которые позволяют сказать, что там какие-то элементы демократии есть Но это все чушь собачья, откровенно говоря Поэтому ни один судья не может принять независимого какого-то решения Которое было бы противоречивало той власти, которая сегодня занимается Если бы так было, то это было бы правовое государство Ну, к сожалению, как я уже говорил, что у нас в Казахстане верховенство закона Казалось бы, это хорошо, закон И если он соблюдается, если верховенство закона И этот закон обязательно для всех, то это прекрасно Но, поскольку в Конституции мы объявили Казахстан правовым государством Должен быть приоритет права А законы должны истекать из того права, которое определено мировым сообществом Казахстан, строившись в это мировое сообщество Должен был принять соответствующее право И, естественно, выстроить всю свою политику, программу и режим Власти в Казахстане в соответствии с правом Но Тукаев продолжает политику верховенства законов А законы писались карманными парламентом Назарбаева и Тукаева продолжают писаться Депутаты этих органов подбирались и расставлялись Назначались Назарбаевым, а ныне Тукаевым Мы это прекрасно видим И это все происходит потому, что нет четких разграничений Вот смотрите Избирком допустил к регистрации кандидата, ну, к тому же Кожамбетова Он начал свою агитационную работу и вдруг, как снег на голову Сваливается информация от органа соответствующего, что он неправильно заполнил декларацию Значит, должны быть выставлены граничные положения То есть к такому-то сроку кандидат в депутаты Обязан сдать декларацию и все необходимые документы для регистрации Центр избирком должен принять эти документы И, соответственно, направить соответствующие органы, запросы Чтобы те к такому-то сроку представили все свои данные После прохождения этого срока, если замечание не поступило Значит, кандидаты зарегистрированы правильно, они вступают в борьбу И уже никакие вопросы Центр избирком не рассматривать Исходя из того, что было нарушено то право И те сроки, которые были определены этим законом в соответствии с правом У нас же все идет наоборот Захотел сегодня регулирующий орган, написал такую записку Завтра другую записку, послезавтра суд рассмотрел То Каев дал команду Допустили, а через неделю снова запретили регистрацию этого кандидата И он не допускается к следующему туру Это агитация Не прописан четко круг обязанностей Не установлены сроки И нет ответственности Если тот или иной орган подал соответственно заявку Или заключение после указанного срока То они должны привлекаться к ответственности За то, что они в свои сроки не выполнили все эти вопросы Которые им полагались этим законом Который бы регламентировал все вопросы, связанные с выборами Ну, исходя из того, что сегодня эти документы поступают в избирком Естественно, комиссия должна была рассмотреть беспристрастно С учетом того, что в первую очередь должен защищаться тот кандидат Который был выдвинут и зарегистрирован этой избирательной комиссией Но в настоящее время избирательная комиссия действует как обыкновенный орган власти Налоговый комитет дал справку Липая она, не липая эта справка Центр избирком принимает решение, избирательная комиссия Остановить регистрацию этого кандидата Таким образом вводится в заблуждение народ Казахстана Создается видимость и лимитация продекларированных реформ Тукаевым То есть накапливается на основании таких действий власти и избиркома Некое положительное действие, которое в дальнейшем Конечно же создаст устойчивую иллюзию того, что реформы работают И эта иллюзия будет тем мощнее и понятнее Чем больше таких кандидатов в депутаты скажут Что только после того, что Тукаев начал реформы в Казахстане Мы были допущены судом к дальнейшему этапу агитации И дальнейшее участие в голосовании Объявляя свою конституционную новеллу Президент объявил, что выборами в машинист И местные представительные органы Закончится процесс перезагрузки деятельности всех представительных органов Исполнительных органов и других органов власти Республики Казахстан И начнется каждодневная работа Но уже сейчас раздаются возгласы со стороны близких к президенту О том, что это действенная реформа власти в стране Но это все профанация Да, получая критику в свой адрес Президент, конечно же, выполняет требования многопартийности Я уверен, что кроме тех партий, которые были до этого Народная партия, партия Акжол и Аманат Появится партия АУ, появится партия Зеленых Появится партия Республика Которые пройдут 5% барьер для участия в парламенте Естественно, будет многопартийность в Казахстане Самое интересное, конечно, будет впереди Как я вижу, что будет дальше Плохо или хорошо? Осталось тут немного времени 11 дней И пройдет голосование Голосование вновь будет проведено по тем шаблонам, которые Токаев внедрил При голосовании по выборам президента, начиная с 2019 года Затем референдум, затем выборы повторно президента Затем выборы в парламент И вот сейчас вновь выборы в парламент И это говорит о том, что они пройдут по тем стандартам, по тем лекалам Которые выкроили уже новые приспешники Токаева Главная цель удержать власть, другой цели нет И смотрите, что будет Прошел этап голосования Центр избирком объявит победителя Будет, естественно, победителем партия Аманат Я думаю, никто в этом не сомневается И это будет та партия, которая будет представлять большинство депутатов в этом депутатском корпусе Естественно, Токаев даст как бланш руководителя этой партии Возглавить правительство и подготовить кандидатов на должности того или иного министерства Или того или иного органа Естественно, с той шумихой, которая свойственна сегодняшнему органам власти в Казахстане Это все будет утверждено И представитель этой партии, руководитель этой партии будет возглавлять правительство Это, скажет Токаев, еще раз ведет руками Как во всем цивилизованном мире Да, любая победившая партия, она получает карт-бланш на создание правительства Или какой-то коалиционный союз с другими партиями Если нет большинства в том или ином парламенте той или иной страны И, естественно, эти вопросы решаются именно таким образом Но тот же Токаев и близлежащие с ними люди Естественно, умалчивает о том, что на всех этапах борьбы идет конкурентная борьба всех политических партий И вплоть до компроматов идет эта борьба по партиям И в конечном итоге побеждает сильнейший, который получает право А у нас, кто создал конкуренцию, аманат партии? Кто способен создать эту конкуренцию? Если бы одну мандатную округу внедрили бы в Казахстане, как это было ранее Все депутаты избирались бы по одномандатным округам Тогда была бы совершенно другая ситуация Так вот, я задаю сам себе вопрос Разве о такой реформе мечтал народ Казахстана? 30 лет угнетаемой султаном Назарбаевым и его семейкой Это та группа лиц, которая грабила народ Казахстана Разграбила все недра Казахстана Все распродали И сегодня продолжает грабить народ Казахстана Мы видим, как перепродаются те или иные структуры из одних в другие руки И в конечном итоге попадают те же самые бенефициары типа Кулебаева И ежа с ним То сам Кулебаев, то его подвижники, приспешники Кулебаева И что характерно То Каев, объявив реформу На сегодня практически не принимает никаких мер Вы посмотрите, что происходит Объявив на весь мир и на весь Казахстан о том, что Будет работать комитет по возврату капиталов, незаконно выведенных за рубеж То Каев, между тем, дает поблажки тем лицам, которыми он был и находится в соответствующих отношениях Он сохранил хорошие отношения с Назарбаевым Сегодня ни один волос с головы Назарбаева не упал Если племянника посадили, это не значит Через год-два он выйдет на свободу и уже будет очищен И все эти миллиарды долларов будут в его распоряжении И уже никто не смеет право предъявить ему какие-то повторные претензии А к Соломону Назарбаеву никто никаких претензий не предъявил до сих пор А до Ригана Назарбаева я хочу задать два вопроса Токаеву Почему Токаев не заставит правоохранительные органы, в частности Генеральную прокуратуру Которая дала ложное заключение правоохранительным органам Англии По части Доригена Назарбаева и ее сына Нурали О том, что они купили элитную недвижимость в центре Лондона Которая очень дорого стоит И соответствующий орган объявил о том, что сомнительные объекты И сомнительные доходы были использованы для покупки этих объектов Вместе с тем, соответствующие органы обратились в Казахстан И прокуратура Казахстана подготовила ложное заключение Указав, что она великая бизнесвумен Она заработала эти деньги, и эти деньги законные Почему? Зная об этом, Токаев не потребует Генерального прокурора и прокуратуры в целом Изъять это ложное заключение На чем мельницу льет воду Токаев? Кого он выгораживает? Доригу Потому что у него очень тесная связь с Доригой Следующий вопрос Почему ложное заключение правоохранительных органов Казахстана позволило Тимуру Кулебаеву уйти от ответственности За получение взятки в Швейцарской конфедерации Мы помним, как в 2011 год, по-моему, в 2012 год Главный оппозиционер режиму Нурсултана Назарбаева и лично Назарбаева Мухтар Аблязов написал во все инстанции В том числе и Антикор, и КНБ, и парламент, и президенту Казахстана Соответствующие бумаги о том, что Кулебаев провел сделку с китайской компанией И получил взятку в объеме какой-то суммы Ну, сделка была примитивная Соответственно, орган продавал контрольный пакет акций Ак-Тубе Манайгаз Пакет был продан за бесценок китайской компании Затем китайская компания сделала откат Кулебаеву 25% Который тут же был продан назад этой китайской нефтяной компании Но уже по разночной стоимости И эти деньги, которые должны были поступить в бюджет Казахстана Они поступили в карман Тимура Кулебаева и Динара Кулебаева Так почему же Тукаев не заставит правоохранительные органы Отозвать это ложное заключение о том, что никто в Казахстане От этой экономической сделки не пострадал Пострадало государство Но в законодательстве Швейцарии есть один маленький нюанс Тогда все средства массовой информации под ведомством Назарбаева Раскричали на весь мир Что вот правоохранительные органы Швейцарской конфедерации Внимательно рассмотрев эти вопросы Просто сняли все обвинения с Тимура Кулебаева Какая есть зацепка у швейцарских правоохранительных органов Если рассматривая этот вопрос И понимая, что да, действительно Этот вопрос уже исчерпал себя 100% Правоохранители Швейцарии полностью закрывают это уголовное преследование Если же они чувствуют, что в связи со сменой режима Со сменой руководителя Казахстана Появится какая-то дополнительная возможность У них есть одна маленькая лазейка в законодательстве Которая гласит В случае возникновения каких-то дополнительных процессов Связанных с именно этим уголовным преследованием И арестом 600 миллионов долларов Тимура Кулебаева На счетах швейцарской конфедерации в банках То швейцарские правоохранительные органы Могут вновь рассмотреть этот вопрос И принять соответствующие санкции по отношению к Кулебаеву Почему Токаев этим не воспользуется? Он же жив и работал в Швейцарии Прекрасно знает законодательство в Швейцарии Это еще раз говорит о том, что То Токаев проводит ту же самую политику Только на сегодня идет мощный передел собственности Благодаря тем действиям Токаева Которые он объявил Комиссия Какие-то сомнительные активы и так далее Кому попадают они? В чьи руки попадают? Где на каком тендере это рассматривается? Какие деньги возвращаются государству? Как они расходуются? Только один Токаев знает на сегодняшний день И дает соответствующее поручение Что, как и куда направить Поэтому, дорогие мои друзья Уважаемые мои подписчики Ставьте лайки На мои видеообращения Подписывайтесь на мой канал Кто еще не подписался Количество лайков позволяет Ютуб-каналу Мой канал представляет более чаще Для просмотра Это очень важно для канала Я хочу, чтобы как можно больше людей Узнавали правду И впереди ждет нас очень много Интересных событий Интересных открытий Которые прольют свет На те грязные дела Которые и сегодня делаются в Казахстане Мне приходит очень большой объем информации Из Казахстана и других стран В частности Два дня назад я получил Очень интересную информацию Что Тимур Кулебаев На сегодня перевел все свои документы Перевез в Объединенные Арабские Эмираты Кенес Ракиш Его подвижник И его соратник Сегодня тоже находится В Дубаях И проводит определенное время там Я понимаю, что эти Помните, как В русском народе говорят Что чует кошка, чье мясо съела Они почувствовали Что они Ели Чужое мясо Народа Казахстана И продолжают эти вещи Грязные вершить и делать Сегодня я узнал, что Раушан Сагдиева Это ближайшая сподвижница Масимова и Кулебаева Ударилась в бега Не знаю, насколько это правда Но это похоже на правду Потому что Раушан Сагдиева И Айгуль Нуреева И ряд других специалистов Которые Вершили все дела С оборотом Бешеного капитала Султана Султана Назарбаева И его Семьи Так сказать Они понимают Что Сколько веревочек Невится Конец все равно будет Поэтому Дорогие мои друзья Не забывайте Ставить лайки Подписываться на мой канал Кто не подписался И мы вместе Будем с вами Разоблачать Тех Кто сегодня Вершит Верховную власть В Казахстане До новой встречи До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...